привет дорогой пятница вечер чем бы заняться ну займемся мы сегодня чем-то интересным мексиканским текилой да можно было бы конечно купить альмеку но на мой вкус и цвет альмека такое же говно как вот это только стоит два раза дороже но о ценах чуть попозже и есть еще один маленький такой интересный нюанс текила как ты понимаешь это народная мексиканская пойло прости пожалуйста международно признанный напиток и народ не пьет текилу просто так как это пафосно полагать как мы сегодня выпьем кстати с лаймом и солью на мутерну вот это тоже все будет народ там пьет текилу по другому так же как и у нас он пьет это с пивом ерш по-мексикански давай разбираться нашим трое поехали так вот с чего мы начнем начнем мы наверное с пива или стекилы начнем с лайма как я всех аудил так вот зачем мне лайм объясняю прикол почему начинаем с короны потому что это такой же распиаренный напиток мексиканский как и текила не конкретно вот это агавита потом скажу где ее производит хотя считается что кило только то что в мексике и корону еще активно пиарит один брутальный актер больше не снимать для семья и все такие дела и абсолютно никакой запах слегка пивной до прошло десять-пятнадцать или двадцать лет когда я последний раз пил это пиво и могу сказать что она никакое давай не будем ребят томить им тоже выдадим пивка чтобы они могли в этом убедиться на данный момент хочется сказать тост но предоставим слово мастеру миллионы приходят уходят не в них счастье самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате вот здесь сейчас салудные фамилия за семью ну чё ля фамаля чё-то вива лас-вегас ля фамаля и здоровье тони будь здоров что я могу сказать про вкус пива корона он не абсолютно никакой это очень легкая хотя четыре с половиной градусов для не такой же она или слабенькая это вообще-то на секундочку короче это светлое безвкусное с привкусом пива все больше про него ничего не могу сказать единственное у есть такая легкая слегка освежающая нотка каких-то цитрусов а не сорян у меня лайм под носом лежит поэтому меня здесь есть свежая нотка освежающих цитрусов да именно поэтому мы сейчас будем использовать первый способ употребления короны как ее пьют истинные мексиканцы и как это делается а делается очень просто для начала надо немножко накопать внутрь лайма и вторая задача самое интересное засунуть лайм в бутылку вообще тут показания расходятся считается что тру мексиканцы пьют вот так вот через лайм и для этого есть даже какая-то типа легенда что они засовывали лимон или лайм в бутылку короны чтобы туда просто мухи не залазили да ну-ка попробую такой при его кстати вот это стал уже гораздо интереснее появился приятный лаймовый привкус и стал даже прям посвежее короче говоря считается что тру мексикана спьет вот так вот именно вот с долькой лайма в бутылке приятные освежающие ароматы привкус лайма гораздо лучше становится вот эту всю историю подавать но есть еще более интересный брутальный способ употребления короны и для этого нам нужна текила давай этом пока отодвинем кстати короне нельзя охлаждаться поэтому сейчас быстро разберемся с корона и перейдем уже полноценным дегустированию текилы если это пиво нагреется то она станет тем чем изначально задумывалась а задумывалась это мексиканская моча ничего другого а если ты хочешь более образное интересное сравнение пожалуйста вставочка из этого фильма и ваше пиво сдает мочой это знаю потому что мочимся в него а теперь рассказываю якобы это позиционируется прям что это истина true мексиканский способ напоминаю тебе что текила и вот эта корона это самое недорогое пойло но там правда есть еще одно более дешевый но мы эту меру даже вспоминать не будем это самое дешевое доступное пойло это народно-крестьянское бухло и народно-крестьянское бухло любит делать что как ты льешь да мы о нем упоминали в чем мы вдохновлялись на данный выпуск и для этого мне нужно сделать первую вещь это шаг 1 утопить туда лайм телячьи это мексиканская моча она не пенится сильно поэтому следующий этап нам нужно налить небольшое количество текилы замер и теперь самое прикольное это надо почему я так засунул палец это надо грамотно перемешать обратить технология насколько пуков 4 ну да как как ты понимаешь пиво у нас перемешалось с текилой и теперь я сразу говорю я никогда в жизни это не пробовал такой способ потребления я недавно только о нем узнал ну кидая попробуем какая какашка самое пиво в котором есть лаймы выдавшись эльфийский ой виски такива не на 1 раз пробовать может получше станет со второго глотка становится лучше давай так я нарчит неправильно делаю если ты знаешь что нужно правильно делать напиши мне пожалуйста комментариях хотя с другой стороны а вы так будете делать а давайте я знаете что сделаю а ничего не не смущает то что я там по тестами в одной скорой ездил доктор что вы проверяете но в этот раз мы не пропустим здоровье тони будь дорогой меньше ездил на скорой туши самое интересное на втором третьем глотке нет ничего не нравится да я вот немножко лайм помариновал в своем пиве и она как чё скажешь вообще да изначально зашло отвратительно а вот каждый следующий глоток несет какой-то прям реально свежесть такими на свежие звучит странно ты пробовал когда-нибудь таки вот агава она и в африке агава а теперь вот это пиво имеет привкус лайма и агавы и в принципе то даже очень неплохо что нам надо знать про корона экстра что объем она 355 миллилитров градусность четыре с половиной стоит она сейчас сколько чек стоит эта фигня сейчас 170 рублей хотя что-то мне подсказывает если заменить корону на жигулевской это будет не то бутылки другие надо купить себе одну бутылку спит корон наливать не жигулевской охлаждать будет а блин запах лайма такой кайфу бля это от него я его и отмела ему столько откуда у меня перед носом лежит лайм в огромном количестве так про что мы еще хотели сказать рассказать что это делается до сих пор в мексике что это один из самых популярных напитков в мире и его популярность заключается в том что он на самом деле никакой корона настолько нейтрально что понравится всем именно ее универсальность именно ее слабое место нету ярко выраженного вкуса зато вот мы как выяснили текила и лайм и все превращается феерию вкуса и даже начинает нравится и у меня сейчас появилась офигенная идея что вот это классная тема для летних шашлыков во куда это пойдет офигенно короче говоря что касается короны которая неожиданно кончилась надо брать на семью на шашлыки с бутылкой текила с кучей лайма и делать шашлыки короче у меня есть рецепт мой фирменный куриного шутка с лаймом и мятой и еще несколькими секретами и давай так летом ну лет когда это станет весна же уже и принципе не так долго ждать поеду на дачу отмечать свой день рождения и под это дело запишу как раз этот рецепт расскажу как его готовить покажу и сделаю и попробую как раз вот эту историю потому что мне кажется она идеально туда подойдет поэтому не забывая подписываться вваливать колокольчик и будем с тобой встречаться каждую пятницу 6 часов вечера каев каев кому-то не понравился кайф ну просто по кайфу неожиданно вспомнили что у нас есть текила агавита и чего мексика робита или мунда интер короче текила gold текила золотая напоминаете что такие золотая это значит что она подкрашенная выдержанную текилу я пил один раз и хочу сказать что выдержанные текила это редкостное говно она имеет привкус жженые резины если кто-то любит жженую резину то прям рекомендую выдержанную текилу хотя бы там десятилетнюю это прям кайф я не понял прикола в этом считаю что надо пить текилу чистую невинную если голод не пугайся она подкрашена всего лишь сахарным колером все а вообще она изначально белая голд это наверное а я знаю потому что это мексикана там все голд все круто все золото бриллианты все такое смысл в чем почему мы взяли например не ту же самую альмеку а вот эту вот которая стоит напоминаю вот столько как ты видишь недорого еще и по акциям и взяли так вообще хорошо прикол заключается в том что напоминаю тебе текилы может называться только тот напиток который производится в мексике правильно и это сделано из дистиллятов из агавы агава это не кактус агава это алоэ но не надо идти и потрошить бабушкину алоэ ты ничего из нее не получишь получше хуйня а вот и привет дистиллят из сока голубой агавы пищевая добавка красителя сахарный колер один простой вода питьевая подготовленная и прикол в том что это производитель франция тарам а сделана она из дистиллятов которые привезли из мексики иными словами вот это самое дешевое пойло а она реально недорогое который мексиканцы производят из агавы сделали дистиллят и погрузили в бочки эти бочки отправили во францию а дальше уже французы разливают отправляют и так далее и при этом все равно это тоже называют такилой значит видимо происхождение дистиллятов верно и по градусности 38 оборотов принципе достаточно типичным для такие вот бутылка узнаваемая что мы еще знаем про такие вот что если ты захочешь купить такие вот и захочешь купить пафосную и ты решишь что это альмека это тоже самое говно только дешевле да это может говорили давай все таки у нас здесь уже пути были такие пути джастяная крышка единственная брендованная бутылка мне нравится вот это вот чем они не выпуклая в пуклы они как штамповка там и об нее прикольно делать так мне не прикольно кто не такое лицо как у монолиза загадочный немножко загадочная полуулыбка 07 дата розлива о 24 10 2022 что нам дает стеда ничего напоминаю тебе что крепкий алкоголь в бутылках не выдерживается если ты даже нашел текилу и у неё дата розлива в стеклянную бутылку там какой-нибудь тысячу в девятьсот шестьдесят третий год это не значит что и 60 лет это значит что но выдержки 60 лет это же самое барахло который только перегнали и разлили поэтому так народ только с вином царя если расстроил чьи-то чувства поэтому хранить такие вы выдерживать ее в бутылках нет смысла она не станет ни дороже ни вкуснее с ней ничего не произойдет что у нас запаха все пили таки она пахнет таки вой все видимо это голубая агава голубая луна и на вкус она текила твою мать ничего в ней нет она кстати приятно легко пьется и в связи с этим ребятушки вы с короной справились тогда рюмки на базу чтобы мне не мучиться не страдать одному буду рассказывать теперь как правильно употреблять таки его добрый вечер опять вариант номер 1 классика классика то что я всегда любил в нормальных кабаках где есть тема такая с девочками так и леру это когда они в кабаках костюмах оля лары крофт где у них в портупе и стоят бутылки с таки вой и в патронташе соответственно рюмки и обязательно на пояс еще корзиночка с лаймом вот зачетные текильеры мажут лайм на себе не показывают в районе груди и сыпят соль и нормальный чувачок соответственно пьет и закусывает с хороших текильерах с другой стороны вот после вторым и я бы не первым бы еще бы зашел но видел и народ нормальный и пятом и десятом есть такой способ мы так как чисто плотные чуть брезгливые будем пить более классическим способом блять ты берешь лайм и вот сюда ложбинку пальца выдавливаешь руки по и не завидно это на камеру не видно следующее что нужно сделать это посолить посолить блять снюхивать не надо антон это не нюхают друг я все время забываю что 1 до 1 все правильно слезнуть запить и закусить ладно неохота кожурки жрать и вот это бодрит и веселит телу и дух и и кел гелл тоже о хорошо будете так попробовать ну так вперед чего лайм вот соль вот короче говоря рассказываю второй способ потребления это более пафосная считается более клубная гламурная штука когда тебе берут рюмочку натирают ее лаймом вот так вот и по сути говоря это что-то типа разновидности кровавого мэри и в соль получается ледяную этот соленая хруста или как прям зовется так кромка короче соленая далее текила как ты понимаешь тут тут же сразу все это дело управляешь не забываем дольку лайма она по-любому нужно и это еще даже неплохая текила я как-то пил совсем такие вот такие вот это прям совсем дешево жуткая хрень без лайма ее просто ну нельзя употреблять так вот я бы предложил тост и ты уже выпил я сказал а да все правильно дима спросил он же знает что за роль мы не челкаемся потому что роль ты сам знаешь не надо там покупать машины я не хочу я шкурку хочу сказать что это очень по кайфу защитим по кайфу бодрит тело и дух напоминаю тебе что по хорошему мы сегодня должны были снимать выпуск который относится рабочие способы от похмелья нам это завтра понадобится я очень надеюсь что мы их еще даже снимем хотя у меня тут еще заготовлен один интересный выпуск хочу заготовим мы сейчас его тоже пойдем как и заснимем на из зачем что мы корону пиво можно покупать его нужно всегда охлаждать доставать его обязательно из ведра со льдом и не держать на тепле потому что когда она нагревается это реально моча пить это можно с лаймом прикольно с лаймом текилой и солью вообще прикольно задорным дашкал вот могу гарантировать что у меня есть какие-то уже мексиканские мотивы такие в голове уже играют как у ребят костя ладно поплыл где этот гребаный эстет наслаждается процесс хорошо что короче говоря с короной если жаба душит на корону покупай живу ли разницы никакой единственная жигулевской придется немножко выветрить смысле встряхнуть чтобы пена ушла и вот менее газированных потому что корона она такая нам слабо газированных что касается агарита дарить это никому не надо употреблять это рекомендуется употребляется это рекомендуется слайма вообще к таки ли есть рекомендация морепродукты острая пища да ладно кто в нашей стране употребляет такие у кроме как с лаймом и солью а еще с лимоном и да это единственный способ потому что таки ла это клубная тусня веселухи тусовки молодежные все больше ни для чего она не нужна потому что взрослые дяди и тети ее пить не будут я купил таки ла только для того чтобы тебя в этом рассказать взрослые дяди и тети не пьют таки ла это только если они в детстве не упоровались в подростковом возрасте не упоровались этим и так чисто из ностальжу а ну собственно как я сегодня это и купил чисто из ностальжу хир не прикольно этот напиток поэтому говорю дарить не надо но если вдруг ты захотел какую-нибудь очень задорную свингер пати берешь ящик короны бутылку текилы и приходишь не в гости хорошее начало веселого вечера отчет ребят сложились лучше сиди и плотнее так а чувствуешь это накрыть хорошо ребята тормози по угорали ладно затем повеселиться можно иметь в баре тоже в принципе можно таки ла много для чего пригодится и у меня да как я говорил есть секретные ингредиенты для готовки тоже об этом как-то расскажу короче это можно и нужно иметь в коллекции покупать более дорогую такие у смысла нету поэтому не паримся покупаем недорогую и еще не забываем обязательно благодарить вот эти вот замечательных людей которые нас поддержит не только лайком и добрым словом в комментариях но еще помогают нам приобретать всякие вкусные напитки для того чтобы мы их могли обозревать когда-то в свое время мы говорили что ладно можете в принципе заказывать напиток чтобы мы про него рассказали для этого достаточно две стоимости этого напитка закинуть донат так никто не делал мне стали слать бухло ребят на бухло у нас деньги есть вот видео продакшн дорого стоит поэтому лучше деньгами они идут сразу видео продакшн даже если это бухло а за 7 а и кто хочет поддержать вот пожалуйста форма донатов она где-то вот я сменю надпись потому что у нас там написано на приобретение обозреваемых напитку на поддержку канала напиши на новую печень ведущему напишу лучше я в любом случае должен подчеркнуть тот момент что даже такое небольшое количество короны 0 35 и буквально пару шотов текилы вот мой вечер раскрасил прям яркими красками прямо настроение поднялось душа прямо радуется пойду запилю что-нибудь интересное господа обнял девчонки такие лович и текила плюс девчонки это всегда супер вещь поэтому целую ну вы сами знаете куда но только индивидуально так мы чё не будем сегодня снимать пить будем что-нибудь какие настроения унылый отстой